всем привет ребят сегодняшнем видео я хочу записать рецепт панеттонов которые мы будем тестировать так скажем с интернета рецепт беру и ссылочку на видео с которого я взяла рецепт я оставлю внизу в описании к видео и хочу рассказать небольшую предысторию мы попробовали впервые панеттоны в польше нам их презентовала фирма на которой мы работали завод это было к новому году и панеттоны это рождественский хлеб в испании в италии по моему только и все что для этого нужно на самом деле рецепт очень довольно таки непростой много там этапов всевозможных первый этап нужно сделать опару я думаю что многие из вас знают как делается пара я его и уже сделала сейчас аккуратненько вам достану покажу вот у меня тут в миске она я на самом деле немножко затуркалась и забыла что я хотела снимать рецепт поэтому простите меня для того чтобы приготовить опару нам потребуется 7 грамм сухих дрожжей теплая вода комнатной температуры нет чуть больше там где-то 35 38 градусов 185 миллиграмм воды миллилитров до миллилитров воды и сахар 10 грамм 10 грамм сахара все это размешиваем и ставим в теплое место как автор видео советует поставить в духу в микроволновку с стаканом горячей воды вот здесь она стоит поднимается и дальше будем продолжать делать вот посмотрим получится ли тот понетон который мы когда-то попробовали он был вообще просто офигенно вкусный ну вот и я на самом деле пересмотрела очень много рецептов и вот этот самый такой вот скажем так запаристый поэтому мне хочется в него верить ну и заодно проверим правдивый он или нет и ссылочка будет внизу в описании на приготовление этого кулича кстати да сломались кухонные весы они нам очень 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 даже потребуются для рецепта и серенечка пытается их починить да спасибо тебе теперь мы готовим первое тесто которое будет стоять у нас всю ночь для этого нам нужно 135 грамм муки и все точненько измеряем на веса теперь берем 40 грамм масла или 30 грамм сахара сахар можете не жалеть если любите тесто послаще я взяла немножко меньше сахара и на самом деле после уже пробы так скажем даже немножко пожалела поэтому 30 грамм сахара берите и кто любит послаще можно еще послаще и это все тщательно взбиваем масло должно быть мягкое не с холодильника теперь нам нужно вбить два крупных яйца в масляную смесь если можно так ее назвать вбивайте яйца а в отдельную емкость для того чтобы предотвратить вдруг если испорченное яйцо порчу всего вашего замеса ну а мы вбили его сразу же в масло нам повезло яйца были хорошие свежие конечно же рекомендуется взбивать венчиком они вилкой как это делаю я но наш венчик не выдержал и сломался поэтому пришлось выходить из ситуации и замешивать вилкой опара сочетание слова порыши у нас очень хорошо подошла пара и нам теперь ее нужно соединить да кстати рекомендуется перемешать опару перед тем как ее вливать я это забыла сделать вам вы не забудьте его ее нужно и немножечко размешать чтобы она успокоилась и вмешивать ее аккуратно не взбивать после того как мы размешали до однородного состояния добавляем муку муку конечно же просеиваем и муку мы отмерили ранее 135 грамм просеиваем и замешиваем но в принципе это последний этап нашего первого теста которое мы оставим на всю ночь настаиваться в холодильнике размешать можно лопаткой или же как я вилкой тоже ничего страшного вот и главное тоже рассчитайте с емкостью в которой будет стоять ваша опара чтобы она не убежала по всему холодильнику ну и конечно же не забывайте хорошее настроение даже на этом этапе можно увидеть что тесто получается очень таким глянцевым после того как вы размешали его до однородного состояния накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на всю ночь мы замес сделали где-то часов 8 и приступили уже к дальнейшему этапу в 8 в 9 часов утра так у нас доброе утро мы проснулись волкодавище где-то там только что взял так я думала рот лопает так и у нас всю ночь в холодильнике стояло тесто вот там наверху стояла всю ночь тесто сейчас мы посмотрим ну оно конкретно подошло ребят я не ожидал офигеть так следующий этап нам нужно сделать второе тесто так скажем и соединить его с первым для этого нам нужно мягкое масло 100 грамм вот у меня здесь вот где то наверное сейчас 120-130 грамм 100 грамм мягкое масло но его надо чтобы оно растаяло потом два крупных яйца у нее а у нас они не очень крупные поэтому я возьму три кстати так вот никогда не берите яйца если что в пакете я имею ввиду нести потому что может ну отвалиться у меня такой случай был так достаем 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 мы берем три в рецепте два крупных было нет в рецепте было три желтка точно значит мы берем четыре пять пять желтков делать будем потому что они очень маленькие так желтка а белки как раз пойдут наверное на зуб так и сахар все это дело нужно будет взбить блендером у меня вот такой есть блендер миксер значит сейчас будем это все оформлять также надлите цедру лимона апельсина и если есть возможность цедру лайма у меня лайма нет я натерла два лимона и апельсин хочется отметить что оригинальные пометоны когда мы пробовали помимо цукатов и изюма в нем было довольно таки много шкурок апельсина лимона засахаренные я к сожалению забыла как они называются если кто помнит напишите мне в комментариях очень интересно узнать как же они называются правильно теперь отмерть я 30 грамм мода мы взяли липовый но в рецепте не было указано какой мед поэтому я думаю берите по своему желанию по предпочтениям или же какой у вас есть теперь нам нужно 100 грамм масла размешать с 100 граммами сахара миксером масло смотрите чтобы было мягкое комнатной температуры иначе будут вот такие вот комочки как у меня потому что масло я не дождалась оно не размягчилось но на самом деле я думаю ничего страшного просто немножко дольше придется помешать а также оно тает и размешивается до однородного состояния теперь берем желтки и вмешиваем их в масло все это я делала на средней скорости и после того как уже все было до однородной массы размешано скорость на миксере увеличивала на максимальную третью скорость теперь мы добавляем цедру лимона и апельсина и также добавляем мед все хорошо перемешиваем блендером и добавляем ночное наше тесто и все хорошенечко размешиваем опять же миксером и добавим вот сюда ванильку теперь наш понятон ванильный да теперь 280 грамм муки красиво ну ты перемешай ванильку с лопаткой то очень хорошо что есть помощники спасибо тебе все 280 5 посмотри после того как просеяли муку вмешиваем ее аккуратненько лопаткой без сильных резких движений аккуратно просто вмешиваем на миксере нужно поменять насадки на такие лопасти или как они там называются и замешивать теперь вот такими насадками замешивать тесто 8-10 минут если будет нагреваться у вас миксер я думаю можно остановиться и продолжить но в принципе у нас начинал нагреваться как раз таки после 10 минут первый раз замешиваем на 10 минут и даем остыть минут 5 и таким образом поступаем 3 раза наше тесто отдохнуло уже после первого замеса 10 минут теперь пошел второй а миксер не очень-то отдохнул мы его точно испытаем время засеки засекаю 0,9 по 19 минут закончим хочется отметить что тесто менялось каждый раз после нового замеса становилась другой консистенции размешивать тесто даже миксером довольно таки нелегко поэтому можно попросить более сильного друга, брата, папу, мужа попросить помочь вам здесь я уже замешиваю тесто в третий раз смотрите какое тесто получается оно собирается со всех стенок такое вот видите так теперь мы добавим сюда вымоченные ночью изюм сейчас секунду поставим я уже все намешала здесь еще я нарезала немножечко кураги и цукатов всего по 120 грамм кроме кураги кураги это чисто для вкуса добавила пару штучек нарезала и так высыпаем это так красиво смотрите вау 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 все теперь все это размешиваем я мне надо вау это вырус вау следующую миску нужно хорошо смазать маслом гортики все и пересыпать туда наше тесто Я на самом деле его вернула обратно в эту же миску, в которой она была, потому что она более глубокая, более вместительная, поэтому я её вымыла, обмазала маслом и тесто обратно вернула в неё. Хочется сказать, что теперь я понимаю, почему это рождественский хлеб, потому что он действительно безумно праздничный и мне даже напомнил Рождество, поэтому мне хочется его приготовить ещё и на Рождество, и вообще это мой любимый теперь рецепт. Так, дальше, что мы делаем? Мы смачиваем руки водой и делаем такой как бы конвертик, сворачивая по бокам и в серединку. Потом переворачиваем это всё вверх дном, не знаю, переворачиваем. Сейчас я это сделаю и вы увидите, как мы переворачиваем. Ну, руки у меня смазаны водой, а не маслом. Вот так вот мы переворачиваем его и оставляем подходить, накрыв пищевой плёнкой и отправляем микроволновку в тёпленькое местечко. Через полчаса достаем тесто и повторяем процедуру с влажными руками, заворачивая его в конвертик и переворачиваем. Руки намачиваем водой холодной и переворачиваем с четырёх сторон в серединку. И потом переворачиваем. Потом убираем тесто на два-два с половиной часа. Ну, а там смотрите, как подойдёт. У нас оно стояло два с половиной часа и заполнило почти всю миску. Сейчас вы увидите, как оно выглядело после того, как постояло в микроволновке. В микроволновке выключенной, просто с горячей водой в стакане два с половиной часа. Ох, красота, красотень. Ну, мне кажется, действительно, пусть ещё полчасика постоит. Очень красиво. Мы как раз отдохнём, здоровье. И чай попьём. Сейчас я налью туда ещё. Смотри, Дик, Серёжа написал. Теперь подготовьте поверхность, на которой вы будете формировать свои пасочки. У нас это стол. Мы тщательно смазываем маслом. И так же смазываем руки маслом. Не хорошо выглядит? Руки пока скользят по нему. А, ещё надо? Да не, не, просто потому что масло такое не скользящее. Скажешь, да? Все, как у нас. Ого, здоровенный. Здоровенный. Мне кажется, больше чем у неё получилось. Не, должно быть точно так же. Просто мне другая миска. Как слоем прям. Да. Стой, у меня тихо, утекает. Это живое. Реально живое. Оно такое приемное, ребят, это вообще. Так, и она немножечко его вот так собирала. Офигеть, на эти пузырики. Блин, я не знаю, как на вкус, но точно пока вообще получается всё, как в видео. Так что рецепт, мне кажется, работает 100%. Да? Просто в интернете много рецептов, знаете, но не всегда они работают. Так, всё? Ну, так собрало, да? Ну, обратно его подвели. Ну? Я обратно его разверни. Оп, и теперь удели на свои части. Так, ну, у меня нету такой штучки специальной пока. Вот давай ножом. Понимаю, она 4 ровные части, я вам сказала. Ну, это, ну, это так, да? А вот эта часть, мне кажется, немножко. Да, кажется, меньше получалось. В принципе. Вот так. Да? Нормально. Вот так, да? Вот 32 галки, я думаю, каждую часть. Ну, можем взвесить. Да. Доставай весь. Сейчас. Вожи. Ну, 330, да, надо? Да. Так, давай, вовнутрь мы вминаем тесто, чтобы получились такие, типа, шарики, сформировав. Булки все в масле. Чем больше масла, тем хорошо, потому что прилипает, ребята. И формочку. Умеряем аккуратненько. Вот у меня немножко косячно это получилось. Это лучше. Угу. Ну, оно подойти должно. И должно быть наполовину формы? Да, где-то наполовину заполняем. Устанем на противень. И собираем опять. Формочка. Умеряем формочка. Теперь мы оставляем наши паски подходить. Сначала накрываем пакетом на час, а потом, через час, убираем и ждем, когда они подойдут до самого края формы. У нас на это ушло два часа. И где-то минут за 20 я включила духовку. Духовку разогрели мы на 170 градусов. И что мы еще делаем? Лезвие у нас не нашлось. Мы взяли, поточили остро очень нож. И теперь делаем вот такие вот надрезы. Образовалась как бы небольшая корочка. Делаем такой надрез крестиком. И мокрой рукой немножечко вот так вот раскрываем это тесто. Вот так вот в сторону раскрываем. И посередине ложим небольшой кусочек масла. Это нужно для того, чтобы была красивая шапочка. Мы исследуем полные инструкции, как было в видео. И повторюсь, видео рецепта, которое мы взяли. Ссылка на это видео будет в описании. Выпитались панеттоны у нас в духовке первые 5 минут на нижнем тене. У нас электрическая духовка. А потом полчаса с обоими тенами вверх и вниз. Я очень сильно переживала, потому практически не отходила от духовки. Постоянно нам пытала. И я хочу сказать, что довольно-таки быстро они подходят в духовке, увеличиваются в размере и запекаются. Смотрите, чтобы верхний тен был не слишком низк, не низок, не приближался к этим верхушкам. В общем, ставьте их пониже. И протыкая зубочисткой такой, с шпажкой, можно проверить, готовы они или нет. У нас на все приготовление ушло не больше 40 минут. И вот такие вот красивые они у нас получились. Теперь не менее ответственный момент. Нужно шпажками проткнуть форму. Это довольно-таки нелегко, я скажу. Поэтому здесь опять потребуется мужская помощь. Протыкайте внизу так, чтобы формочка и не разорвалась, так как нам нужно будет подвесить их вверх ногами. Поэтому они на самом краю дна, так чуть-чуть повыше, на сантиметр, полтора там. И они горячие. Остывать они должны в вот таком вот горизонтальном подвешенном состоянии. Вам нужно придумать какую-то конструкцию. У нас это две колонки. И вот так вот мы перевернули их. И довольно-таки недолго они у нас остывали. Попально там может быть час. И после этого мы их уже украшали. Ребята, это очень вкусно, скажем. В общем, я надеюсь, что у нас получились 4 прекрасных панеттона. Спасибо большое. Автору этого оригинального рецепта мы все сделали. И, блин, у нас получилось. Обязательно приготовьте панеттоны, чтобы понимать, почему они такие дорогие. Украшать свои панеттоны мы решили сахарной глазурью. Тоже рецепт глазури есть на канале Люда Изи Кук. Откуда мы и брали этот рецепт замечательных панеттон. Для этого нам потребуется желатин 5 грамм, сахарная пудра 150 грамм, 30 грамм воды. И желатин мы размачиваем в небольшом количестве воды. Я здесь налила много желатина. Потом я его отсыпала. Ну, а сахарной пудры мы взяли вдвое меньше, в принципе, как и потом желатина. Потому что у нас немного панеттонов, чтобы украшать их. Поэтому решили, что нам и этого будет достаточно. Теперь сахарную пудру мы разбавляем с водой. Отмеряйте хорошо воды. У меня получилось много, поэтому нехорошо, не быстро оно загустевало. В общем, в сотейник ставим на огонь. И доводим до кипения, помешивая постоянно. После этого, как закипело, переливаем это все в емкость, которую вы будете взбивать, и это все блендером. И добавляйте туда размягченный, разбухший уже желатин. Все перемешиваете. И теперь начинаете взбивать миксером. В принципе, можно на большую скорость от взбивать. И взбивается довольно-таки долго это все. Наверное, 5. И после этого, если у вас также немного пришло, немного украшать глазурью, то можете сделать это быстро, как и у меня. Если же у вас много пасок, то эту глазурь лучше оставить на водяной бане, потому что она довольно-таки быстро застывает. Ну и, как вы видите, у меня потекла глазурь, потому что было много воды. Воды надо рассчитать поменьше. Ну и здорово, конечно же, украшать это все с детьми. Всем хорошего праздника, всем хорошего настроения. И пробуйте, экспериментируйте. Это всегда новые впечатления, новые эмоции. Всем спасибо за просмотр, кто терпеливо дождался нашего финала. Вот такая у нас краска получилась.